Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели, депутат Сейма, секретарь президиума парламента. Всем вам, я думаю, хорошо известен Андрей Клеметев у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Давно вы у нас не были. Начнём, может быть, по порядку. Ну, на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что вот после года правительства господина Кальнича всё-таки наметился первый серьёзный, ну, неправительственный кризис, но по существу близко к этому? Да нет, они постоянно находятся в такой ситуации, когда коммуникация между министрами, несогласованность действия в парламенте ярко выражена как раз на тех темах, где касается личный интерес некоторых представителей. Конечно, не ругаются они по благосостоянию, не ругаются они по системе здравоохранения или по каким-нибудь народным темам, они ругаются как раз там, где пересекаются влияния как раз на силовые структуры, финансирование больших крупных строек, какие-нибудь большие европейские проекты. Там они, конечно, схватываются в мёртвую. Это происходит и в парламенте, это происходит и в комитете министров. Поэтому для меня этот конфликт, который сейчас произошёл между двумя министрами, он как бы не является сигналом, что это кризис и сейчас будет развал. Сегодня в данной ситуации нет ни одного другого партнёра, ни у Единства, ни у Национального объединения, ни у кто-то более крупный из них, наверное, всё-таки господин Борданс, нет для того, чтобы сменить партнёра в виде КПВЛВА. Поэтому этот кризис не решится сейчас, он будет в лучшем случае ретерализован ближе к выборам в парламент. Так как зелёные сегодня никакие для того, чтобы их брать в коалицию, нас не возьмут они, потому что, к сожалению, не смотрят на какие там свои страшилки. Поэтому в данном случае мы учимся работать как раз в этих парламентских реалиях. Был у нас как раз, если мы говорим, в парламенте этап, когда мы пытались переубедить своих партнёров, доказать, что мы намного адекватнее, чем показывают нас в всевозможных страшилках, которые сами они и раздувают. То есть работа в комиссиях по всем флангам и от образования до благосостояния и здравоохранения, мы пытались доказать делом реальными предложениями, что к нам стоит прислушиваться. У нас самый большой опыт в парламентской деятельности, у нас самое большое количество идей, которые необходимо реализовать, но если они хотят действительно по-другому поменять ситуацию в стране. Но этот год доказал, что даже законопроект, который готовый на 100%, например, мой закон о пенсии, который касался доплаты в 2012 году, как раз он настолько был идеально подготовлен, что даже министерство благосостояния взял его в список приоритетов под цифрой 2 в бюджет текущего года. И я все авторские права отдал министру благосостояния. Но в связи с тем, что не способны они не провести их грамотную презентацию, не способны переубедить свои финансовые, держатели финансов, то есть господин Рейш, министр финансов, то есть проект застопрился. Понимая это, в начале января госпожа Чакша созвала комиссию с поисковой дня, что делать с законом о пенсии, что делать с почти 150 тысячами пенсионеров, которые ждут решения парламента и по моему законопроекту решения. К сожалению, ушли в пустые дебаты опять, хотя был за столом представитель конфедерации работодателя, который поддержал поправку, опять Барча была, бывший депутат, сейчас глава Федерации пенсионеров, были другие приглашенные общественные организации, которые сказали, да, это необходимо реализовывать, что действительно нарушение и разделение пенсионеров не является законным, так как мы прекрасно понимаем, что разница между получателем пенсии между 2011 и 2012 годом сегодня, к сожалению, стала еще более впечатляющей. Раньше это было 30 евро, сегодня порядка 59 евро, так как проиндексирована была часть пенсии, которая как раз была с доплатами за трудовой стаж, то есть все это как бы навеяло такую грусть, что навряд ли мне удастся в период текущего парламента договориться с правильщими, поэтому мы подобрали очень грамотного юриста, который один раз уже работал с нами, адвокат, который писал нам запрос конституционный суд, когда были, помните, негативные индексы, когда, помните, была такая интересная формула в законе о пенсии, когда умножали на негативные индексы, и вместо увеличения пенсии было явное уменьшение, и как раз этот негативный индекс, меньше единицы, он как раз и вводил в какой-то ступор, так как экономические неблагоприятные показатели отзывались на пенсионеров в тот момент, когда они получали первую пенсию, и, к сожалению, пенсия у нас по-большому точно не пересматривается, не перерассчитывается, она только индексируется, и в конце концов человек из-за каких-то негативных индексов и каких-то экономических показателей всю жизнь потом получал эту пенсию, которая была умножена на минус один. И вследствие этого иска кабинет министров, испугавшись решения приговора суда, вышла сначала на единицу, да, то есть не может быть меньше единицы, тем самым не может быть негативно, нельзя ухудшить положение пенсионеров, которые даже попали в момент выхода на пенсию, плохие экономические времена. И позже, работая уже как депутат сами с правительством Лаймдоты, строю, мы добились того, что были пересмотрены все пенсии, которые были уже начислены с негативным индексом. То есть, по большому счету, проблему мы тогда решили, больше негативных индексов нет, пенсии пересчитали, это было даже такой неожиданный для нас результат, так как мы 100% добились справедливости в этом сегменте, это работа как раз с этим как раз адвокатом. И поэтому я получил на этой неделе уже на почту электронную подтверждение, что из готов. Сейчас в течение одной недели я дождусь усиления своих позиций для выступления в суде от ТСБСАР-гоомбудсмена, от конфедерации пенсионеров, которые еще раз активизируют эту тему, и мы пойдем вперед. То есть, в данном случае я перестаю коммуницировать на эту тему с Министерством благосостояния, которые обещали каждый год увеличивать количество пенсионеров, которые будут выводить из тени, там, сначала 12-13 год, которые получают пенсию без доплаты за стаж до 96-го года, потом последующие годы я буду готовить иск, и он готов с идеологией все сразу. То есть, если я выигрываю в суд, то тогда сразу всем с момента вступления приговора в силу с 12-го года будут пенсии пересмотрены. Если, говорит ли, если перспектива победы, то с теми юристами, с людьми, которые понимают этот вопрос и отслеживают на протяжении его уже 10 лет, они сказали, что, и это есть в стенограммах заседания комиссии, что уверенность есть на 70-80%, так как разница в пенсии велика, и эти репрессии в 12-м году были связаны с плохим состоянием социального бюджета, с плохим состоянием государственного бюджета, с его долгосрочностью, озабоченностью в долгосрочности даже было описано в приговоре, что да, в случае, если есть угрозы долгосрочности социального или государственного бюджета, государство имеет право вводить какие-то ограничения по политическим доплатам. Напомню, это политическая доплата была, то есть вследствие излишка бюджета было принято решение в один момент перенаправить средства на повышение пенсии, как раз математическим путем, когда там евро-1 был добавлен всем пенсионерам за советский и постсоветский стаж до 1996 года. Да, но в данном случае у нас есть доказательства Министерства финансов, других ответственных организаций, которые занимаются фискальной дисциплиной, что у нас с бюджетом все хорошо, и с основным, и со специальным, там почти миллиард уже в профессии, поэтому это нельзя продолжать дискомбинацию людей по выходу на пенсию, году выхода на пенсии, если фискальная позиция вне угрозы. То есть в данном случае, да, я думаю, что объект тоже поможет, мы донесем это до общественности, в течение февраля месяца мы этот иск подадим, и я надеюсь, что вот даже рассмотрение этого иска в суде даст толчок Министерству благосостояния задуматься, что будет, если я выиграю суд в стопроцентном режиме. Поэтому это может сыграть не только в ожидании судебного процесса, который будет, естественно, около полугода, не раньше, но это будет одновременно и таким катализатором, чтобы Министерство финансов и Министерство благосостояния реально испугались, что если они не приготовят альтернативное предложение для конституционного суда, то это может, ну, как бы обрушить эту позицию. То есть или согласиться с позицией сегодняшней подготовленной редакции, которую они поддержали 7-8 миллионов на протяжении 7 лет, 8 лет, или сразу найти 90 миллионов в один момент для того, чтобы выровнять все состояние. Для меня, конечно, как для максималистов в социальной сфере, я бы хотел сразу 90. Но я прекрасно понимаю, что не до конца все на это согласятся. Поэтому мы и разрабатывали в рабочей группе, которой я руководил, которые участвовали в общественной организации, защищающей права пенсионеров, красота, мягкий режим, от постепенного выхода этих незаконно урезанных пенсий на нормальный, реальный уровень. Я еще раз говорю, что всех пенсионеров, которые вышли на пенсию после 2012 года, это от 40 до 59 евро недоплаченных пенсий ежемесячно. Да, вот ты упомянул о том, что ты это очень важный максималист в социальной сфере. Вот по этому поводу такой вопрос. Мы знаем, что с 1996 года началась новая пенсионная система, которая зависит главным образом от тех выплат, которые мы сами, работодатели за нас делают в социальный бюджет. Так что совсем просто. Там есть формулы и так далее. Но мне создается такое ощущение, что вот эта система, которая вроде бы кажется исправедливой, в результате все равно плодит нищету. То есть у нас появляются пенсионеры уже новые, которые недавно вышли на пенсию. И если мы видим, какая у них пенсия, да, хорошо, это пускай не 100 евро, но это 300 евро, но 350-400, это все равно ниже реального прожившего минимума. Нет такого ощущения, что и дальше люди будут выходить на пенсию и сразу обращаться, не знаю, в социальную службу за помощью. Ну да, то есть у этих проблем есть все-таки, знаете, тяжело жить во время перемен. Люди, которые выходят на пенсию, они жили аж в трех монетарных системах. То есть когда-то они получали рубли, потом они получали так называемые рэпшики. Потом латы, а теперь евро. Евро. Четыре практически получается. Да, и получается вот в этом сумасшедшем миксе что-то какое-то среднее выводится и потом в конце концов умножается на какие-то коэффициенты, на стаж и получается пенсия. Естественно, в этой сложной системе, к сожалению, справедливости не добиться без больших политических решений. То есть когда, даже если у лиц, которые выходят на пенсии, не получается нормальный проживочный минимум по формуле, то необходимо датировать эту пенсию. Вот как раз я о чем и говорю. Эти доплаты к стажу до 2012 года были политическим решением, чтобы компенсировать советский и постсоветский период кризисный до вот такими дотациями. И, естественно, государство должно было заботиться о том, чтобы эти политические решения, вывод каких-то пленых доходов на пленый уровень, это должно быть для страны в приоритете. Но дело то в том, что мы же сейчас в кризисе выезда молодых людей за пределы Латвии. Поэтому у нас в данном случае... Это именно те, которые должны были зарабатывать пенсии. Да, то есть сегодня при системе солидарности, в которой мы все-таки больше придерживаемся первого пенсионного уровня, так как второй и третий еще не запустился в полном объеме, мы как раз хотели бы привлечь сюда людей, которые платят налоги и которые, по большому счету, солидарно вкладывая в первый пенсионный уровень, как раз и поддерживают эти политические решения. Сегодня есть большой недостаток. Мы не раз подключали, что 300-400 тысяч работающих налогоплательщиков нет. То есть работающие в реальном сегменте экономики и реально люди, которые создают добавленную стоимость продукту. То есть это не чиновники, это не учителя, не преподаватель, а реальном сегменте экономики. К сожалению, этого не хватает. И сейчас мы находимся в такой сложной ситуации, когда перепланируется бюджет будущих инвестиций со стороны Евросоюза. И как бы мы не потеряли еще больше своих граждан, платежиков налогов. То есть в данном случае, я хотел бы сказать, что да, будет все хорошо, но в данном случае, к сожалению, мы зависим от внешних факторов и как раз от движения рабочей силы. Вот это очень хорошее замечание. Вот сейчас наши радиослушатели пишут по системе WhatsApp. Вот Сергей Изба уже пишет, что у него пенсия по высугу лет полиции, 53 года человеку, и пенсия 223 евро. Ну, мы понимаем, да, вроде бы и пенсия, а с другой стороны, всем понятно, что на эти деньги жить нельзя. Видимо, государство, с одной стороны, говорит о том, что мы поддерживаем бывших полицейских, спасателей, но знаем, что на эти деньги прожить невозможно. Пускай идут дальше, все равно работают до 80 лет, условно говоря. Ну да, это такая очень больная тема, пенсии по высуге лет, действительно, они не являются стопроцентным заменителем доходов, это компенсация в случае, если люди, которые были задействованы в специальных структурах, в специальных должностях, то им компенсируют в случае, если они не могут продолжать службу в полиции, в армии, в прокуратуре и так далее. Ну, я скажу так, что пока в кабинете министров нет предложений о пересмотре пенсии по высуге лет, но уже как бы действующие политики начинают инспектировать это законодательство. То есть я считал бы своим сейчас главным приоритетом содержать как раз ревизии и сокращение персон, которые вообще имеют пенсию по высуге лет. То есть сегодня, ну и в ближайшее время, в течение года, конечно, будут попытки провести ревизию и сократить какие-то определенные позиции. То, что я предлагал еще действовать обратно, создать на базе выплат в третий пенсионный уровень для лиц, которые работают на государство, особенно в тех профессиях, где есть профессиональная потеря трудоспособности, когда уже мы прекрасно понимаем, что некоторые, если мы требуем стопроцентную отдачу от полицейского, то, естественно, мы должны отплачивать физическую подготовку до 50 лет и дальше должны предлагать какие-то альтернативные вещи. Поэтому в данном случае, к сожалению, не прислушались и сейчас только некоторые коммерческие предприятия начинают государственно принимать эту систему. Например, в латвийской железодороге в третий пенсионный уровень работал. То есть людей прекрасно понимали в руководстве в старом ЛДЗ, что необходимо платить людям третий пенсионный уровень, если они не смогут отдаться полностью до 63 лет системе железодороги. Но ведь пришел другой кризис к ним, и сейчас как раз те социальные гарантии, которые были прописаны в этом договоре коллективном и в общем сильном профсоюзе, вроде бы как бы удар был смягчен. То есть мы как на комиссии интересовались, если мы говорим о социальных гарантиях, то вроде бы по ЛДЗ, по латвийской железодороге будет как бы со стороны профсоюзов и этого коллективного договора собрали социальные гарантии. Это очень важно, может быть, еще несколько слов об этом. После короткой паузы на рекламу Андрей Климентев у нас в студии, депутат Сейма от Согласия, не переключайтесь. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Еще раз, Андрей Климентев у нас в студии, вот ты упомянул, конечно, вот эту печальную ситуацию вокруг латвийской железодороги, 1500 человек будут уволены, возможно, это еще не предел. Ну, а вот у меня такой вопрос, я знаю, что вы все время вызывали даже на ковер и министра сообщений, вот как оппозиционные депутаты. А правительство вообще понимает, что происходит, и для них это как снег на голову. Они вообще понимают, что вот наша и внешняя политика, и внутренняя не способствует тому, что восточный сосед будет увеличивать объем грузов через Латвию. То есть, скорее, наоборот. Ну, я тут вижу такую интересную ситуацию, когда министр сообщения и министр иностранных дел не видят проблему изначально. То есть, министр сообщения пытается потушить пожар, который у него в отрасли, и он старается, ну, делает вид, что он ищет и партнеров, и грузы, и так далее. А министр иностранных дел на последних политических дебатах считает, что он делает еще лучше все, и чем хуже, как бы, врагам его, тем, тем лучше стране. То есть, в данном случае я не видел никаких от него таких выступлений или попыток наладить отношения со странами, от которых мы ожидаем каких-то определенных уступков в экономическом секторе, в транзите или логистике. То есть, в любом случае, в данном случае я вижу министра сообщения, который что-то пытается делать, но не в его руках сегодня находятся те рычаги, которые могут наладить отношения с политическим руководством соседей. Попытка съездить в Белоруссию и договориться, ну, попытка была больше, как бы, такая, сыграть в карты с Лукашенко, при том, что он прекрасно знал наши карты. В данном случае Лукашенко использовал визит Каренча, чтобы лишний раз подразнить партнеров в России и попугать его. И даже наш бизнес латвийский не поверил, что когда-то Лукашенко будет двигать норвежскую нефть через нашу железнодорогу, через наши порты. То есть, оценив риски и оценив вложения, там, необходимо перестраивать терминалы, необходимо менять какой-то формат этой нефтепродуктов для того, чтобы наливать нефтетерминалы. Наши посчитали, что пускай сначала он подчет контракт с норвежцами, там, как минимум на пять лет, там, для того, чтобы мы серьезно воспринимали эти попытки его дразнить Российскую Федерацию в виде закупок в Норвегии нефти. Дело в том, что литовцы взяли на себя там, но там такой небольшой объем, что навряд ли он скажется в позитивной динамике для всей отрасли. В данном случае, да, как-то продали хороший визит к Каренчу только для газет, а для экономики реально ничего там не происходит. Поэтому мы прекрасно знаем, что Белоруссия и Россия никогда не поругаются между собой в транзите, в перевалке нефти, в переработке нефти так, чтобы належская нефть стала экономически выгодна. А как долго вообще может существовать правительство в ситуации, когда мы видим, да, что какие процессы происходят внутри КПВЛВ, потом мы знаем, что господин Борденс потребовал от премьера, чтобы он уволил министра экономики Немиру из КПВЛВ, ну, видимо, там, конфликт Гергенса и Борденса тоже не укрепляет коалицию. Как долго, вот, учитывая твой политический опыт, можно говорить, что они так просуществуют в таком составе при таком премьере? Понимаешь, мы сейчас находимся в такой интересной ситуации, когда у нас нет классической модели политического поведения. То есть, если мы, конечно, рассмотрели, как и в Америке, между прочим, тоже мы никогда не видели такого конфликта между палатами, да, что один руку не придет, другая бумаги рвет, то есть, в том числе и в Латвии. Как бы ни были конфликты между конкретными личностями, в общем, на коллективное их мировоззрение это не влияет. И не Америка изменится вследствие конфликтов внутриполитических, так и у нас. Конфликты между министрами не повлияют на политическую культуру и на политическую погоду. Я еще раз говорю, они будут конфликтовать по мелочам, они будут просто задираться один на другого, но это не повлечет отставки правительства, так как нет другой альтернативы. Любая другая для них, она много хуже. Правительство меньшинства не способно работать, так как нет нормальной, опять же, политикой культуры, как себя вести в интересах страны. Ну, будет такой же коллапс, как на приоритетском доме, то есть, будет заседание срываться, к ворам не сходиться и так далее. То есть, в любом случае, я, возможно, если бы это было какое-нибудь правительство Криштопанца или правительство того же Гудманиса, я бы сказал бы, ой, страшно, все поменяется. В данном случае ничего не изменится, они будут грызться, более опытные политики, которые работают давно, типа Ренкевича, Рерса, Пабрикса и Каренша будут делать свои дела, в камеру говорят, что у них все хорошо, найдут внешнего врага, типа Ленберга или Согласия, и будут дружно сейчас разгонять Думу и рекламироваться в городе Рига до выборов еще. То есть, в любом случае, все найдут внешнего разложителя. Между прочим, по поводу этой партизанской войны, я рассказал про свои попытки улучшить законы через суды, но все как работали хорошо и наши ребята по образованию в детских садиках. То есть, видите, как вовремя пришло письмо с ОБСЕ от комиссара о том, что нельзя в формате все русские садики под латышки подводить через закон образования. Я уверен, что это не случайное письмо, оно очень вовремя упало вчера всем на стол и подписанное, его сняли с повестки дня. Это законопроект, да? Да, но был законопроект о том, чтобы все садики в ближайшее время перевести в формат только на латышском. Фактически, еще и это ликвидация садиков. Да, вчера пришло письмо утром, и депутаты, испугавшись реакции Европы, все-таки ОБСЕ, это мощная организация, документы, которые они ссылаются, еще подписаны, по-моему, в 1996 году. И всевозможные другие конвенции там были в письме отражены, то есть они посчитали, что надо быстренько закон свернуть, и вчера его не стали рассматривать. Это как бы ведение так называемых партизанских мероприятий, так как, понимаешь, если раньше мы в дискуссии могли этими нормами международного права взять на себя обязательства публично обсуждать и показывать документы, что касается и социального сегмента, что касается как раз прав у нас меньшинств, то сейчас люди в связи с тем, что очень низким уровнем образования и политического опыта, они считают, что это для них не обязательно норма. То есть не гуманитарного формата, как я вот, например, по поводу доплаты, не вот пять специалистов совершенно политически нейтрально говорят, что это нарушение прав пенсионеров, когда люди, которые работали в одних условиях, платили одни налоги, только по рождению один оказался пенсионером в 2011 году, другой в 2012 году, что нельзя такую большую разницу в пенсии выплачивать только на основании решения большинства в парламенте. Они говорят, что нет, что хотим, то и воротим. То же самое и в праве как раз и защите национальных меньшинств. Все-таки Латвия, вступив в Евросоюз и готовившись вступать, она взяла на себя какие-то обязательства. Как раз комиссару БСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству Европы, он сказал, ребята, имейте в виду, что вы не на острове. То, что вы творите, рано или поздно может вам прилететь. Поэтому вчера в срочном порядке законопроект был изъят в повестке дня. Я надеюсь, что они его доработают или потеряют по ходу. Так как национальное объединение как самый опытный коллекционный партнер сегодня занимается беспределом. То есть, что они хотят и по георгиевским лентам, и по праздникам, и по реставрации, не реставрации парка Победы, они сейчас занимаются полным беспределом. То есть, они под своим соусом и интригуя между грамотными, между новичками, они продвигают свою политику. Сегодня очень нехорошие времена, так как, не видя никаких реальных, хороших предложений для населения, они пытаются отлечь их какими-нибудь фейковыми войнами с нами. Нет у них НИЛа. Все равно им надо нести ущерб Речской думе. Вот они сейчас с парком борются коллективно. Обратите внимание, какую мы ерундую занимаемся. То есть, мы сейчас на уровне комитета министров, комиссии, парламента решаем, эти пять деревьев на юге важные для страны или не важные. Ну, примите решение, что если строим, так строим, не строим, так не строим. Ну, мы реально новостную ленту сбиваем какой-то ерундой. Согласитесь, что у нас в стране Латвия с Волсмейджа вырубает гектарами, и никто не волнуется о зеленности. А тут из-за, извините меня, из-за маленького парка или сквера начинаются такие дебаты. Ну, если действительно они считают, что это важно, то примите решение сделать красивый сквер, там, парк и так далее. Ну, не надо же об этом почти месяц занимать в профессиональное пространство, отвлекать население от более важных дел. То есть, у нас вчера подняли акциз, например, на сахарные напитки, да, кто пострадает? Пострадает квас, пострагает лугуцемская наша веселая, потому что кока-кола и все остальные, этот сегмент работает уже давно в изменителях. И так написали норму, что пострадают пятместные. Я могу привести очень много таких примеров, когда, например, вчера был принят закон, очень важный, о том, что подоходный налог с пенсионеров, которые приезжают со своей пенсии из-за рубежа, будут обкладываться налогом, то есть не будут обкладываться, не облагая минимум, будет такой же, как в той стране, из которой он выехал. Например, если приехал пенсионер с Англии, и у него в Англии заработанная пенсия, с нашим латвийским паспортом, не облагая минимум, у него будет тысяча евро. Если он приехал с Румынии, например, работал там, то у него будет 500, и с Испанией там 540. А если, к сожалению, латвийский пахал всю жизнь здесь, и... И никуда не уезжал, и всю свою жизнь отдал на служение Латвийской республике, то у него будет, не облагая минимум, в этом году 300, в следующем 330. Понимаешь, ну как так, и они не видят даже, что это нарушение, они же два пенсионера, опять же, жили почти в одинаковых условиях. И никакой дискриминации. Да, и вот, я почему поддержал закон, потому что он думал, что будет троянским конем, затащим сначала этого возвратившегося реэмигранта в Латвию, ну, персону, которая вернулась в Латвию с пенсии с тысячи, а потом я у него как бы спрашиваю, ну, ребята, может быть, как-то надо вытаскивать и наши действующие пенсионеры, как-то у вас такая большая разница, они же платят одни коммунальные, покупаются в одной максиме, там, или в Риме. В любом случае, они платят нам и ПВН, и все остальное за коммунальные, как стране в том числе, одинаково. Одному ты позволяешь жить на тысячу, а другому уже с 300 евро начинаешь брать под доходный налог. Поэтому... Это ведь тоже основание для подачи исков в Конституцию? Ну, я как бы не могу сейчас так без специалиста трактовать Конституцию, все-таки здесь всякие варианты возможны, но в данном случае, как узколобно мыслят политики, которые двигают эти законы, да, то есть они считают, что вот привлечь пенсионера с Англии сюда, с тысячи евро, это, и для него дать не облагая минимум тысячу, это вот так красиво, а нашему поднять хотя бы на 30, не облагая минимум, это уже как бы... То есть сначала ему лучше уехать, и тогда он станет для государства более ценным. Да, 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 то есть мы, как говорится, мы всем говорим, что мы бьемся за своих, да, мол, за жителей Латвии и обратно в Латвию, но, с другой стороны, совершенно унижая и оскорбляя людей, которые живут здесь, на территории Латвии. Вот двойная мораль непонятная, которая необъяснима и непонятна действующим депутатам. Это непонятно им. Они считают, что это данным ценят любой возвращившийся из-за границы Латвии. Для меня он тоже важен, но вы подумайте о тех, кто остались здесь. Тем более сейчас такие экономические возможности у нас, что мы можем поднять по-любому еще на несколько десятков евро, неблагая минимум для пенсионеров. Вот сейчас закон открылся, я подам поправки, посмотрю, как они отреагируют. В связи с тем, что мы будем иностранцев освобождать, ну, латвийских граждан от налога. Такой вопрос, ну, не могу его не спросить. Я понимаю, что ты депутат Сейма и много проблем в самом парламенте, но поскольку это сейчас на слуху, конечно, ситуация в Рижской Думе. Хотя бы, может быть, сейчас я тебе даже задам такой вопрос не столько как политика, хотя, наверное, тяжело это отделить, сколько рижанина. Да. С удовольствием отвечу. Да. Ну, все устали от Рижской Думы. Да, пожалуй. Были ошибки, были злоупотребления, не зря столько проблем. Было игнорирование интересов рижан в один момент, в том числе мы не отказываемся от тем, что необходимо более жестко подойти к формированиям будущего списка. Были ли эти нарушения настолько, чтобы ее разгонять? Нет. Мусорную проблему я не видел, и я больше вижу столкновение экономических группировок в этом, чем какая-то проблема реально с мусором. То, что создали сейчас ситуацию, при которой три раза не собрали к ворум, это безобразие. Это безобразие по отношению к людям, которые голосовали за них, и безобразие по отношению к тем людям, которые в парламенте защищали их позицию, отстаивая в комиссиях, подписывая президенту письмо о том, чтобы эту Думу не разгоняли. Если бы мы в парламенте не защищали думцев, всех, то уже 29 февраля, то есть буквально через три недели, были бы выборы в Думу. Мы там легли, как говорится, для того, чтобы защитить гражданские интересы и уважение к тем процессам, которые называются демократией, а они просто начинают заниматься клоунадой. Поэтому в данном случае пускай каждый избиратель, каждый рижанин посмотрит во двор, насколько его двор стал лучше, пускай он прокатится на общественном транспорте, насколько он стал комфортабельнее, и вынес решение по всем депутатам, по всем партиям и так далее. Но в данном случае я бы тоже пошел бы критически, посмотрел на тех новых политиков, которые сейчас пытаются уже висеть на столбах и улыбаться нам, что эти люди сделали, придя во власть за год. То есть все политические силы, которые стартуют на этих выборах, уже как минимум год отработали в правительстве. Что они за этот год сделали лучше в рамках страны? То есть в данном случае я напомнил бы им, как они подняли пособие по безработице, сократив выплаты и по размеру, и по объему. От заклаты митиком? Да, выполнили решение. То есть в любом случае, я не скрываю, что я могу своих ругать, и избавитель имеет право высказаться по поводу моих представителей, моей партии, но в данном случае я бы провел бы и критический анализ тех мероприятий, которые обещали консерваторы, паристы от эстриба развития за как защищают интересы единства своих рижан, потому что есть Женя, которая голосует, как реформа территориальная проходит, какие происходят сейчас массовые волнения и в Лимбажах, и в Саукростах, и так далее. То есть в любом случае, кому она будет в плюс. Так что у избирателя есть возможность принять экзамен у тех людей, которые он будет в следующие 5 лет или 4 года, как он решит большинство парламента, представлять интересы рижан в городе. Да, ну что ж, спасибо. Может быть еще такой вопрос в завершении. Что касается самой партии Согласия, был съезд, как мы помним, в конце прошлого года. Вот как тебе кажется, идут перемены? Да, идут. И в парламенте мы стали более… Конечно, когда нас навалились и заслуженно, и незаслуженно, мы мобилизовались, собрались, возможно, отрехнем лишнее и будем продолжать. То есть мы немножко поменяли стратегию работы в парламенте, я уже рассказывал, что переходим к другим методам убеждения, привлекая партнеров, в том числе из европейских структур, адвокатов, судей, которые будут помогать доказывать, что у нас есть неспределивые вещи. Ну, в том числе и отношения между нами стали немножко лучше, так как, понимаете, при рейтинге за 30-ку, которая у нас была в свое время, и при большом доверии избирателей, мы немножко как бы расслабились. И, прежде всего, это депутаты, конечно, региональные, есть депутаты, которые мы уже распрощались с регионами, но есть и позитивные. Там у нас, например, Розаклянский мэр нас, в принципе, устраивает. Мы ввели его в руководство партии, господин Барташевич. У нас неплохие, там, вдолгопился вроде бы, перемены. Тоже, как бы, господин Ласнич стал уважаемым человеком в правлении партии. То есть, действительно, мы заменились и изменились, надеюсь, не только внешне, но и внутри себя тоже привели какую-то ревизию. То есть, в любом случае, я надеюсь, что избиратели в ближайшее время, в том числе, выскажутся парижанам, потому что, ну, находясь у власти три созыва подряд почти, они, конечно, немножко расслабились. И последние результаты думских выборов... Уже фактически были такие... Да, были сигналы, но они, как бы, не приняли этого внимания и занялись и не тем. Поэтому у нас проблемы с мостами, проблемы с дворами, проблемы, возможно, с транспортом и со всем остальным. То есть, в любом случае, нельзя расстранить сасканье начало, когда мы вступили в город, когда действительно было очень много перемен позитивных, когда занимались социальными проектами. А сейчас, конечно, к сожалению, необходимо сделать нам тоже выводы по этому большому самоправлению. Андрей Крементьев у нас был в студии, депутат Сейма. Большое спасибо. Спасибо.